Здравствуйте, геймеры. Как настоящий ПК Боярин, мастурбируя на Steam, попивая палочку 9, я серфил в простору Steam, дабы найти хоть какую-нибудь игру, которую я могу себе позволить. Конечно, единственное, что я могу себе позволить, это поиграть в сталкеры The Tire, который сохранился у меня на компьютере с 2018 года. Хм, почему бы и нет? Поэтому ныряем в геймплей этой игры и сразу нас встречает серое меню, которое просто даёт атмосферой сталкера. Хм, бля, что это за хуйня? Хм, ну ладно. Начинаем игру, где нам дают возможность настроить игру под себя. Выбираем набор бывалого сталкера и набор медикаментов, который нам должен пригодиться в игре. Также придумываем себе имя, я не стал сильно париться и назвал игрока так, как меня называют на улице. Гружаемся в геймплей игры, где игра даёт нам пня и кидает нас в деревню новичков. Как, в свою очередь, мы тут оказались непонятно. Текущих квестов у нас нет, поэтому отправляемся к Сидоровичу, дабы понять, что нам делать дальше. Внимательно осмотревшись, в голову приходит только одна мысль, что мы играем за бомжа, который недавно переехал в зону и решил расположиться в одном из домов. Также узнаем, что какого-то хуя игрок у нас бегает на букву Ч. А, чтобы присесть, надо нажать правую кнопку мыши. Будем считать это местной аномалией, ведь это всё-таки сталкер. Выйдя на улицу, нас встречают местные красоты, которые напоминают нам ПГТ Муха Сранс. За это я игре даю 10 из 10, ну отправляемся к Сидоровичу. Начинаем наш диалог с ним под лирическую песню группы Кристиан Трейн. Бля, ебать, это атмосферно. Здесь он кратко дает нам инструктаж. Ну, естественно, нахуй нам надо, так что посылаем его культурно на три стороны и спрашиваем насчет работы. Он, естественно, соглашается нам помочь, поэтому кидает нам квест убить бандитов на АТП. Естественно, это стандартное ожидание сталкера, поэтому без этих мыслей отправляемся на АТП. По пути на АТП узнаем, что кроме ножа у нас ничего нет. Бля, какого хуя. Ну, сражаться мы будем с помощью молитвы крестного знамени. Также по пути у нас нападают местные псы. Бля, ну ёбаный рот-то. Разматываем псов. Я принял решение тактически сесть в укрытие и залечить свои раны. Ну, после чего наш персонаж вообще выкидывает нож. Видимо, ему нахуй не нужен. Будем драться на кулаках. Обходим АТП в режиме стелс, дабы нас не засекли раньше времени. После чего узнаем, что бандиты к нам лояльно относятся. Ну, как оказалось, я зря 5-10 минут шел на картах. Также узнаем, что помимо нас на АТП напали мутанты. Ждем подходящий момент, чтобы напасть на бандитов. И получаем пизды. Естественно, это оказалось только часть беды. Ведь вся беда заключалась в том, что я не сохранился. Поэтому игра нас кидает в самое начало. Поэтому, взяв квест у Сидоровича, сразу отправляемся в сторону АТП. Ну, добежать оттуда я не смог, потому что на нас там падает стая собак. Ну, благо, рядом были сталкеры, которые мастерски получили пизды от собак. Бля, ебать ты лох. Забираем ментовку и съебуемся от собак. Нас встречает вторая проблема. Это кошки, которые пускают нас по кругу. Из этого делаем вывод, что куда бы мы ни пошли, нас пустят по кругу. Поэтому решаем начать новую игру, но уже с нормальным оружием. Берем квест у Сидоровича и смотрим, что у нас есть. Это дробовик, нож и автомат. Ну, ебанская броня, которая нам позволяет таскать 25 килограмм вещей. И гучи бандана, которая хорошо защищает пули радиации. С таким лутом теперь можно унижать мутантов. Поэтому отправляемся обратно на АТП, дабы выполнить этот квест. В пути раскидываем местных бродячих псов. Лутаем сталкера. И вот мы уже на АТП. Где из окна она смотрит Вова Сопля. Но не будем обращать внимание на его имя, ведь это сталкер. Нападаем на АТП, где через пару минут нам дают понять, что так лучше не делать. Теперь меня интересует один вопрос. Как напасть на АТП и не получить при этом пизды? В принципе, никак. В любых обстоятельствах нас пустят по кругу. В 10-й попытке у меня получилось не умереть. Начинаем лутать трупы и тут бац, выбегает хуй с топором. Ну, естественно, я охуел. Но как оказалось, позже он просто засрел в текстуре. Как настоящий стул скрыл, лутаем полный инвентарь говна, дабы продать это Сидоровичу. И с одышкой туберкулезник отправляемся к нему. Продаем весь хлам, который мы тащили 10 минут за 1500 рубас. Ну, за квест он нам еще накидывает 450, это выходит 6000 рублей. Также берем у него следующее здание по убийству и сталкера, который обитает на свалке. Как оказалось, дойти до свалки трудно. Ведь дойдя только до моста на кордоне, мы сразу получаем пизды от бандитов. Блять, охуеть. Откуда ты нахуй вылез такой? Благо, на этот раз я научился пользоваться сохранениями. И в режиме стелс пытаемся их убить. Конечно, у нас ничего не получается. Они нас замечают. Поэтому, вступив с ними в режим ПВП, пускаем их по кругу. Начинаем лутать, дабы заработать так же пару соток рублей и съебать зоны. Начинаем собирать шлаг и отправляемся к торговцу, который находится рядом. С дикой дышкой добираемся до базы сталкера. Говорим с торговцем, он культурно шлет нас нахуй. Тем самым намекает нам на то, что он такой не купит. Блять, я что, зря шел сюда, сука. Скидываем весь хлам на улице в ящик, дабы дать нашему персонажу отдохнуть. Также попутно узнаем о работе, которую могут нам предложить местные стулскеры. Ну, посмотрев через пару минут в ящике, я немножко так охуел, ибо все вещи пропали. Блять, какого хуя? Ну, оставаться тут плохо нельзя, ибо нас тоже тут спиздят. Бежим в сторону КПП, который ведет прямо на свалку. Также натыкаемся на местного бандита, который пристально осмотрит в бинокле. Но зато можно сделать вывод, что зрение у него минус 6, ибо в притык он нас еле как увидел. Охуеть, сеньор, вы куда? Да, раскидываем местных гопников, которые хотели доебаться за шмот. Благополучно переходим на свалку, где нас встречают бандиты. После чего вовсе им доебались местные псы и пустили нас по кругу. Так, бля, так дело не пойдет. Ох ты же, бля, сколько у вас там? Отстреливаем всех бандитов издалека, это единственное наше преимущество. Ну, единственное, что они могут, это смотреть на нас. Также периодически они кричат разные фразы, после чего нам пишут, что задание по убийству провалено. Я, конечно, охуел, ведь я пришел сюда ради этого квеста. Поэтому перезагружаемся. Как выяснилось позже, он просто хотел съебать. Но спустя пару минут на него нападают собаки. Бля, бедолага, пиздец. О, задание выполнено. Дальше по выпрошить с местными бомжами я не вижу смысла. Ибо меня цыкал каждый второй. И вообще игра сложная, не мой уровень. У, 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 там я вышел. Вы все мыши. Я взял лут и вышел. Бэйби-тейп я шишел, мышел. У, я взял твою бу. Я ее ебу. И мой глаг. Или блядь тэ тэ из даст ту-ту-ту. У меня есть блядь штыра. И они не врут. Закрывайте окна, двери, ведь я иду брать лут. У, я иду брать лут. О, дам мой инвентарь. А из на моей шее он сияет, как фонарь. Рональдин, я трюки, эта сука, как вратарь. Я похож на Гуччи, а ты как говнарь. Лут в прихожей дома, даже лут в мусорном баке. Я спускаю лут в лицо, мой лут это букаки.